Слава Господу! Я думаю, что мы с Божьей помощью будем стараться говорить так, чтобы и вам чуть-чуть понятно было. Пусть Бог даст на это мудрости и старания, и желания, чтобы было такое. Друзья, чудесный день. Мы сегодня в Доме Божьем. Мы сегодня в Доме Собрания. Скажите, вот такой прекрасный псалом, который только что пропел хор на красивом украинском языке, неужели наше сердце не касалось, неужели наше сердце не тревожилось и не радовалось тому, что действительно у нас есть этот Господь, Бог великий, чудный, и мы Его славим, и мы Его прославляем. Тему, которую я выбрал, она не из легких тем, но я считаю, что это очень важно, нужно и необходимо говорить сегодня. Как вы помните, в прошлый раз я начал говорить о том, что мы живем время, которое сегодня очень легко можно назвать последним временем. И если мы читаем в Писаниях Нового Завета, там говорили, что вот ныне ближе к вам спасение, нежели в день, когда вы уверовали. А как вы думаете, спустя две тысячи лет после того, когда были написаны эти слова, оно ближе к нам, еще стало намного ближе? И если мы смотрим на обстоятельства и ситуацию в мире, которая складывается, я думаю, безусловно, каждый из нас должен понимать, что сейчас время приготовляться, сейчас время взыскать Господа, сейчас время укрепить свою веру, потому что слова Иисуса, когда Он сказал, «Когда я приду, найду ли я веру на земле?» Я абсолютно уверен, что верующих людей, когда Он придет, будет очень много. Но будет ли та действительная, живая, действенная, сильная вера, твердая и непоколебимая, которая должна быть у верующего человека? Этот вопрос, который задал наш Господь, звучит и сегодня. Итак, я хочу говорить сегодня о самом, я считаю, важном и главном для каждого верующего сегодня человека. Потому что вера каждого человека, она должна на чем-то основываться. У нее должно быть прочное и крепкое основание. Мы все знаем, что пока человек стоит на крепком основании, на крепком основании, он крепко стоит. Как только его основание не твердо, мы все знаем, как человек начинает тонуть. Как он погружается в болото, по-другому можно было сказать, потому что именно это и происходит очень часто среди людей, потерявших веру. Помните слова, которые сказал Иаков? Сомневающийся подобен морской волне, ветром развиваемой. Вот знаете, нету того твердости. Давайте посмотрим на такой пример Петра. Симон, сын Ионин, которого за его твердость, за его уверенность наш Господь назвал его Петр, камень. И вот однажды, когда они плыли на лодке, был такой момент, вдруг они увидели Иисус идет к ним по воде. Наш Господь идет к ним по воде. Вы понимаете, это нарушение всех законов физики. You cannot walk in the water, right? Это невозможно. Вы должны плыть по воде в лучшем случае. А он шел по воде. И когда они увидели, они сперва напугались. А когда он им сказал, не бойтесь, это я, вдруг к Петру пришла прекрасная идея. Господи, я тоже так хочу. Я тоже хочу идти по воде. И говорит ему Господь, идем. Идем. И вот представьте себе, вот просто на минутку, он перекидывает ногу за борт. Один шаг, второй шаг, третий шаг, и он пошел. Представляете себе, какое это ощущение было, когда он шел по этой воде. Вот что он чувствовал в этот момент. И вдруг, и он начал тонуть. Почему? Он перестал верить в то, чего он верил буквально несколько мгновений тому назад. Он верил, что он может это делать. И как только он перестал в это верить, он пошел на дно. Он начал тонуть. Как только он перестал в это верить. Поэтому я сегодня хочу сказать каждому из нас, обращаясь, у нас верующих людей должно быть очень твердое основание. И об этом основании я сегодня хочу говорить. И поговорить, почему сегодня так много людей, которые хотят выбить это основание из-под ног верующих людей. Я хочу первым делом перенестись вместе с вами в книгу Иова, 38 глава, и мы будем читать 4 стих. Немножко историю для детей про Иова. Вы все, наверное, слышали, что был такой праведный человек, который во всем перед Богом поступал правильно. И вот во всем, что он поступал правильно, Бог говорил, во, вот это праведный человек, он во всем поступает хорошо. Бог видел его поступки, видел его дела. И даже было так, что однажды враг душ человеческий, мы его привыкли назвать дьявол или сатана, он предстал перед Богом. Он разговаривал с Богом. И когда он разговаривал с Богом, Бог ему говорит, ты видел раба моего Иова? Ты видел, какой он праведный человек? Ты видел, как он поступает? И тогда он сказал, конечно, конечно. Он как обычно начал делать то, что он обычно делает. А что он обычно делает? Он клеветник. Он начинает клеветать. А что такое клеветать? Это плохо говорить другим за другого человека. Вот это называется клеветать. И он начал говорить плохо. Он стал клеветать. Конечно. Он такой, потому что это все ты для него сделал. Это ты его оградил. Это ты ему дал все. Он богатый, успешный. У него все хорошо, потому что все это ты сделал. И Бог подумал, говорит, надо его испытать. Хорошо, испытывай этого человека, он в твоих руках. Делай, только жизни его не отнимай, но он полностью в твоих руках. Иов после этого потерял детей, потерял все имущество, заболел страшной болезнью проказой, где болячки по всему телу появлялись, и он взял черепицу, такой кусочек, значит, твердого, как камень, и скоблил себя, чтобы все эти раны, они постоянно чесались, ему было постоянно больно, он все время, все время боли такие испытывал. И эта болезнь у него была от пятки до темечки, по всему телу были. Он говорит, я остался с кожей только вокруг губ своих. Вот такая страшная болезнь у него была по всему телу. И после того, когда он прожил все это, Бог с этим человеком начал говорить, после всех испытаний, которые прожил Иов. И Бог Иову задал такие два вопроса, которые я хочу сегодня нам прочитать. Вопрос первый. Бог задал Иову. Где был ты, когда я полагал... Еще раз. Иова 38.4. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Вот этому праведному человеку Бог задал этот вопрос. Где ты был, когда я основание земли полагал? Бог великий, всемогущий, творец всего видимого и невидимого говорит. Где ты был, когда я полагал основание этой земли? И потом 38 глава 6 стих, через 1 стих, он задает ему второй вопрос. На чем утверждены основания ее? И кто положил краеугольный камень ее? И знаете, он ему говорил так, скажи, если знаешь. Скажи, если ты это знаешь, скажи это. На чем утверждены основания этой земли? Кто положил краеугольный камень этой земли? Кто это сделал? Бог задает этот вопрос. Итак, я сегодня хочу сказать, что нашим основанием должен быть этот краеугольный камень, который положил наш Господь при основании этой земли. И человек, у которого этот краеугольный камень выбили из-под ног, он находится в болоте. Если у него нету этого основания, если человек не стоит на этом краеугольном камне, если он не стоит на этом основании, которое Бог положил с самого начала, от сотворения мира, он сделал это. Это мы можем так мельком, исследуя Писание, заметить. Например, как написано у апостола Петра, у того же Симона, сына Ионина, где сказано, «Зная, что нетленным золотом или серебром искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как чистого непорочного агнца, закланного прежде создания мира». То есть, что происходило прежде создания мира? Давайте мы немножко прочитаем, что об этом говорят пророки Божии. Что об этом говорят пророки. И мы читаем место Исайя 28,16. Исайя 28,16. «Посему так говорит Господь Бог». Вы знаете, в Библии есть очень разные слова. В Библии есть слова, которые говорит мудрый человек. В Библии говорит слова «не очень мудрый человек». В Библии есть слова дьявола, который говорит, он подлинно ли сказал «Бог, не ешьте ни от какого дерева». И в Библии есть слова, которые, когда мы их слышим, они в нас трепет должны вызывать. Они в нас должны волнение вызывать, тревогу вызывать, заставлять задуматься. И когда мы слышим «так говорит Господь Бог», вот это именно тот момент. «Так говорит Господь Бог», вот я полагаю, основание на Сионе камень. Вот мы слышали этот вопрос, который был задан Иову самим Богом. И вот снова он говорит «вот я полагаю в основание». Вот это основание на Сионе камень. И он говорит «камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный и верующий в него не постыдится». Если человек верит, и это основание его веры, в этот камень. А помните, Павел когда-то скажет «все пили из духовного последующего камня». И что дальше сказано «камень»? Кто это был? Христос. Это камень. Мессия, помазанник, это камень. И он говорит «верующий в него не постыдится». Риверсеркалоджи, как называется. А если человек не верит в это, что будет? Он постыдится, братья и сестры. Только верующий в него не постыдится. Вот почему так важно иметь это основание. Вот почему сегодня, я просто скажу так, с большим волнением, с большой тревогой на сердце, я понимаю, что это должно быть наше основание. Первое послание Петра, 2 глава, 4 по 8 стих прочитаем. Снова автор этого послания Симон, сын Ионин, один из 12 учеников Иисуса Христа, который был простым рыбаком. Но за его твердость, за его смелость, за его веру, за то, что он действительно полностью посвятил себя Господу, ему самим Господом было дано имя Петр, символизирующее камень. И вот он в своем послании, а я хочу сказать, что когда мы изучаем Священное Писание, и я сейчас умышленно делаю эту оговорку, Писание разделяется на следующие. И когда мы читаем за Писание, то мы должны тоже понимать, как Петр же самый этот об этом пишет, он говорит, «Его писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть Дух Святой побуждал людей писать, и это становилось Писанием Божьим. И вот он пишет, «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному». Я делаю здесь ударение. Давайте обратим внимание на этот стих. «Камень живой». Мы приступаем к этому камню, и говорится, но человеки отвергли этот камень. И есть этому достаточно много доказательств, что люди на сегодняшний день, даже многие из числа избранного Божьего народа, они отвергают этот камень. Человеками отверженному. Они отвергают этот камень Божий. Ну, Писание говорит дальше, «Но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». И вот дальше говорит, «Ибо сказано в Писании». Видите, Петр посылает нас в Писание. Он говорит, сказано в Писании. И на что он ссылается? На какое место? Где его основание? На чем базируются его основания? Он говорит, сказано в Писании. Где? Исайи 28 глава, где мы только что это место читали уже раньше. «Я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». И снова говорится, что только верующий в него не постыдится. А если человек не верит в него? А если у человека нету веры в этот камень? Если он сомневается в этом камне? Если он не верит в него? Что тогда будет? У меня ответ простой. Он обязательно постыдится. Читаем дальше. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность». Понимаете, для одних людей он драгоценность. Одни люди им ценят. Для них он дорог. Для них он драгоценность. А для других, для неверующих. Они так и называются. Они так и называются. Неверующие. Для них это камень, который они отвергли. Камень, который они отвергли. Они отвергают этот камень. Они не признают его. Но что удивительно, неважно то, что признают они этот камень или нет. Потому что камень, который отвергли строители, вопреки всего их отвержения, сделался главою угла. Он сделался, он встал во главу. Он встал в основание. Он встал во главу этого угла. И смотрите, что дальше происходит. Он стал для одних главою угла. Для одних он стал драгоценностью. А для других это камень притыкания и камень соблазна. Все, что с ними происходит, они притыкаются и соблазняются в этом камне. У них постоянное притыкание и соблазнен в этом камне. И знаете, что говорит следующий стих? О которой они и притыкаются, не покоряясь слову. Что бы люди при этом ни говорили, какие бы доводы они ни проваливали, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Подумайте, братья и сестры, какое печальное состояние таких людей. Они притыкаются. Почему? Потому что не покоряются слову Божью, и они на это и оставлены. О чем же говорил здесь апостол Петр? И какое писание он еще цитировал? Давайте прочитаем следующее место. Это будет книга пророка Исаии, 8 глава, 13 по 15 стих. Здесь он обращается ко всем нам и говорит таким словом. Господа Саваофа, его чтите свято. Он страх ваш. Он трепет ваш. Я скажу следующее. Как только у человека пропадает перед Господом Саваофом страх и трепет, все остальное для них становится пустым звуком. Как только они теряют страх и трепет. И вот что написано дальше здесь. И он будет, этот камень, этот камень, ничто другое, этот камень, он будет освящением, камнем преткновения, скалою соблазна для обоих домов Израиля. Здесь даже не говорится за язычников. Здесь говорится за обоя дома Израиля, за Иуду и за Израиль. И он говорит, для обоих из них он будет камнем преткновения и скалою соблазна. Дальше говорится, он будет петлею, сетью для жителей Иерусалима. Он будет петлею и сетью. Как понять это? Господь, зачем ты такое основание положил в этот камень, который будет скалою соблазна для обоих домов Израилева, петлею и сетью? Зачем, Господь, ты это делаешь? Можно было бы задать сегодня такой вопрос. Ответ дает следующий стих, и он печальный. Многие преткнутся, упадут, разобьются, запутаются в сети и будут уловлены. О ком говорится? Об обоих домах дома Израилева. И говорится, что они преткнутся, они упадут, они разобьются, они запутаются в сети. Итак, о чем мы же сегодня говорим? Я читаю место, это будет 1 Коринфянам 3,11, где апостол Павел четко и ясно сказал следующее. Никто не может положить другого основания, кроме положенного. Это основание было положено при основании этой земли, как мы слышали, как мы читали это сегодня с книги Иова. И никто другого основания положить не может. И это основание есть Иисус Христос. Это есть основание. Когда наш Господь Иисус Христос родился или пришел в этот мир, в эту планету Земля, потому что я верю, что согласно Священному Писанию Он был до сотворения этой мира, потому что Он говорит в 17 главе Евангелии от Иоанна, Отче, Он сам лично об этом говорит, Отче, прославь меня тою славою, которую я имел у тебя прежде создания мира. И когда Он приходит в этот мир, то родители Его принесли Его, согласно евангелисту Луки, в храм. И вот Лука 2, 34. Симеон, праведный муж, находящийся там в то время, берет его на руки, и мы читаем, «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его». Симеон обратился к Марии и говорит, «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле». Смотрите, праведный Божий муж, которому Бог предсказал, что ты не увидишь смерти, пока ты не увидишь Божьего спасения, пока ты не увидишь чего-то удивительного, события, которое горит. И вот он берет этого младенца на руки, этот праведный муж, и говорит, «Сей лежит на падение и восстание многих в Израиле и на предмет пререкания». И на предмет пререкания. Он прекрасно видел то, что произойдет после этого. Итак, останавливаясь здесь немножко, я хочу сказать следующее. Минуло две тысячи лет с тех пор, когда Симеон, взяв младенца Иисуса на руки, благословил его и произнес эту известную фразу. И как никогда сегодня мы реально можем видеть, как лежит сей младенец, которого он держит, в предмет падения и восстания многих. Очень многие люди спотыкаются в этом. Очень многие люди исполняются те слова, которые были сказаны в пророке Исаии. Он будет скалою соблазна, он будет освящением для одних и камнем преткновения для других. И все это происходит сегодня. Итак, в наши дни и в наше время век стремительно меняется, века подходят к своему концу, определенные для жительства здесь, на этой земле. Сегодня огромное количество информации, которое просто выплескивается на многих людей. И что мы видим сегодня? Сегодня, как никогда, идет сильнейшая атака на основание веры людей. Я еще раз подчеркну, на основание веры. Для какой цели это делается? Я могу сказать только одну цель. Есть противник, у него есть одна цель. Это украсть, убить и погубить. Это противник. Вы знаете, проводя такую параллель с Наполеоном, когда этот известный полководец, очень талантливый, способный, молодой, когда-то он пришел к русскому царю наняться в войско его, а его не приняли. И тогда он пошел, и очень скоро он стал генералом и маршалом, покорив всю Европу практически. И вот перед тем, как переходить или напасть на Россию, он долго стоял и размышлял. И историки оставили такую известную фразу. В этой фразе звучит следующее. Если я, говорит, возьму Петербург, я возьму Россию за голову. Если я возьму Смоленск, я возьму Россию за ноги. А если я возьму Москву, я возьму Россию за сердце. Вот такая известная фраза принадлежит Наполеону. Нечто подобное, эту параллель я провожу, скажем, с противником, с врагом душ человеческих сегодня, понимая, что не так много ему времени осталось, понимая события, которые стремительно идут к своему концу, сегодня он бьет в самое сердце веры человеческой. вера от слышания. Слышание от слова Божья. Чтобы разрушить веру, что надо сделать? Перестать или убедить человека, что это слово неверное, что это слово неправильное, что это слово не так. И вот сегодня начинаются идти уже размышления среди многих верующих людей. Новый Завет – это не священное Писание. Иисус Христос не Мессия, потому что Он не исполнил все то, что Он должен был исполнить. А Его родословное, а как Он был из семени Иосифа, и так далее. Вопросы за вопросами, вопросы за вопросами. Для чего? Для того, чтобы разрушить веру. Потому что убрав Мессию Господа, Спасителя, что остается людям после этого? На что надеяться? На что уповать? Вы знаете, придумали такую историю, которую я достаточно много анализировал и прослушивал очень много. Когда сегодня для того, чтобы получить спасение и прощение, человеку надо было жертвы приносить. Весь закон Божий говорит, если кто согрешил и узнан тобой грех, пойди и принеси жертву. А говорят, а сегодня и без жертвы можно спастись. А Мессия, Христос, это не тот Мессия. А спастись и так можно. Во времена Вавилона спасались. 70 лет плену было, храма не было, спасали же в это время. Братья и сестры. Я не знаю, может быть, кому-то и не страшно решать вопрос своего спасения. Но Писание говорит, что те, которые разобьются в своей вере, и останутся без Христа, они отпадают от благодати, от спасения, от прощения. Без пролития крови не бывает прощения, что сегодня люди могут придумать. А нет, и без пролития крови может быть прощение. И без пролития крови может быть прощение. Родословная Иисуса Христа, да посмотрите, Луки и Матфея, сравните эти две родословные. Они между собой совсем разные, говорят сегодня очень многие люди, пытаясь разрушить веру в христианах. Когда они начинают говорить о Новом Завете, они только находят, вот противоречия, вот противоречия, вот противоречия. Удивительно то, что люди никогда не смотрят на другие противоречия, которые встречаются достаточно много, и даже в Писаниях Ветхого Завета. Но что происходит? Я хочу всем сказать, братья и сестры, сегодня происходит следующее. Хотят выбить основание из-под ног верующих людей. Выбив это основание, происходит следующее. Давайте мы посмотрим одно место, которое я хочу прочитать, это будет небольшой, довольно большой текст, но мы его внимательно прочитаем. Матфея, первая глава. Рождество Иисуса Христа было так. При обручении Марии с Иосифом, матери его с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Это Матфея 1,18, пожалуйста. Оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Вот это место сегодня является предметом очень многих насмешек, нареканий со стороны очень известных людей, со стороны осуждения, со стороны того, что как это так происходило вообще, и как вообще такое возможно. Вплоть до того, что сравнение, что это греческая мифология проникла в христианство. Только там боги могли соединяться с человеками, и от этого рождались дети. Это то, что говорят сегодня люди. Давайте внимательно прочитаем это дальше. А потом я немножко прокомментирую. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил, ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Я не знаю, насколько люди обращают внимание на эти стихи, но здесь сказано не зачатый в ней, а родившийся в ней. Родившийся в ней. То есть, что происходило, мы все понимаем и знаем и видим, что сам Господь говорит, что я имел славу у Отца прежде, нежели был создан этот мир. Я уже имел славу у Отца. И поэтому, когда ангел Господень говорит, Иосиф, ты хочешь ее тайно отпустить, потому что у тебя в голове очень много вопросов задается. Так вот, я тебе хочу сказать, что в ней родилось нечто, что имеет основание от Святого Духа. Читаем дальше. Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, и он спасет людей своих от грехов их. Наречешь его имя Иисус. Если мы внимательно посмотрим на некоторые места Священного Писания, а их достаточно много, но я за недостатком времени не буду останавливаться на всех, я остановлюсь только на 12 главе книги пророка Исайя. Первый стих. И скажешь в тот день, славлю тебя Господи, ты гневался на меня и отвратил гнев твой и утешил меня. Исайя 12.1 И вот второй стих. Вот Бог спасение мое. Вот здесь, а, вот это слово Бог спасение мое буквально означает Иешуа. Бог спасение мое. Вот почему когда ангел говорит, и мы переносимся снова возвращаясь в то место, когда ангел говорит с Иосифом, он говорит родит сына и ты, Иосиф, наречешь ему имя Иисус. Это снова вот первый стих 1 Матфея. И он спасет людей от грехов их. Это его миссия. Это его служение. Это его предназначение, чтобы спасти своих людей от грехов их. И дальше начинается следующее. Все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка. Мы видим, что автор этого Евангелия, когда пишет в первом веке нашей эры, прекрасно понимает две тысячи лет тому назад, о чем говорил этот пророк. Две тысячи лет тому назад он понимал, о чем говорит пророк. К сожалению, многие сегодня не понимают. А о чем же говорил пророк? Все дева во чреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил, что означает «С нами Бог». Это означает «С нами Бог». Она родит дева сына и ему имя нарекут Эммануил. «С нами Бог». Это будет. «Встав ото сна Иосиф поступил как повелел ему ангел Господень и принял жену твою и не знал ее как наконец она родила сына своего первенца и нарек ему имя Иисус, что означает Бог спасает. Бог спаситель, Бог спасает. Итак, давайте мы обратим ваше внимание на те слова, которые здесь сказаны. «Се дева во чреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог». Этот стих подвергается большому сомнению многими известными богословами или авторами, которые даже являются раввинами. Они очень сильно опровергают этот стих. Если они добьются своего успеха и скажут «Да, здесь не было такого, это не о том совсем говорит речь. Например, чаще всего это толкуется следующим. У царя Ахаза, который был в то время и имел трудности с ассирианами и с ассирианами, там должна была война, и кто кому дань платил, и ему Бог сдал знамение, что и как один известный человек сказал вот так, пальцем показал на женщину и сказал, вот эта дева родит, вот эта Алма, молодая женщина, родит и прежде чем он вырастет, все этих царей уже больше не будет. Такое объяснение, но если признать его за правду, тогда Евангелие от Матфея отпадает сразу, потому что он здесь говорит, да сбудется реченное через пророка, молодая дева, молодая дева, в очереве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил, но если он говорил, как тот человек говорит в случае, что эта речь идет за сына царя, но сына царя не звали Эммануил, его звали Езекия, а слово Эммануил буквально означает с нами Бог, и когда ангел говорил, когда ангел говорил, Иосиф знал, что его надо назвать Иисус, Ишуа, точнее, как это было названо на еврейском, и мама всегда называла Иисуса Ишуа, Иисус это греческое имя, это в греческий язык перешло к нам, там есть причины, основания, почему так оно происходит, есть достаточно хорошее объяснение, потому что греческий язык в то время был основным языком, как английский сегодня, но греки не могут слово ше произносить, и они некоторые слова делали так, как им легко произносить, как легко это делать. И вот у людей начинается объяснение, там в греческом оригинале, извиняюсь, в еврейском оригинале стоит слово аума, что буквально означает молодая женщина, она не означает девственница, потому что по-еврейски девственница это будет бетула. самое интересное то, что если взять и набрать именно в еврейском тексте слово аума, и вам выдадет столько много мест священного писания, точнее их будет девять, но я не на всех из них буду останавливаться, я только могу сказать, что в большинство случаев там, где в еврейской масоретском тексте упоминается слово аума, в подавляющих в большинстве случаев говорится за неженатых женщин, это говорится за цариц, 60-й девиц без числа, там же, где говорится за Ревеку, когда он говорит позовите Алму, позовите девицу и так далее, то есть все это подчеркивает и показывает, что чудо знамения действительно произошло, что действительно Дева вопреки всех физических законов должна была исполнить предназначение Богом, чтобы на эту планету Земля пришел Мессия Спаситель, который был основанием, краеугольным камнем от сотворения мира, от самого начала и поэтому сегодня написано и верующий в Него не постыдится, верующий в Него не постыдится. Я хочу закончить сегодня или подвести свою тему, мы продолжим дальше, но уже с другой стороны, говоря о сущности, божественной сущности Иисуса Христа в следующий раз. Остановиться на месте Исход 15.2 Это песнь Моисея, песнь Раба Божьего, когда он говорит, Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и я прославлю Его, Бог Отца моего превознесу Его. Вы знаете, он не стыдится и не боится сказать, Он был мне спасением. Иешуа, Бог спасает. Бог спасает. Дальше, если мы откроем 117 Псалом, где сказано 14 стихом Господь сила моя и песень и Он сделался моим спасением. Братья и сестры, я обращаюсь сегодня к каждому, кто слышит. Нет другого основания. Не можно положить другого основания. Когда-то было сказано в Писании Нового Завета наше основание на апостолах и пророках, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, имея самого Иисуса Христа вот этим основанием, лежащим внизу, на которого, из которого весь дом слагаясь стройно, как евреям написано, а дом же его мы, если только упование и дерзновение, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Я сегодня молю Всевышнего Бога, чтобы в сердце у каждого из нас была живая вера, в нашего Господа, в нашего Спасителя. Что значит слово Иисус Христос для каждого из нас? Это греческие слова, я сразу скажу, они пришли в русский язык, не из еврейского. Если бы эти же слова произнести из еврейского языка, они бы изучали Иешуа Мишах. Но это не имя и фамилия. Это не имя и фамилия. Имя Иисус означает Бог спасает, а Мишах означает помазанник. И как только человек начинает сомневаться в этом помазании, как только человек начинает сомневаться в том, что он есть тот искупитель, который заплатил цену нашего спасения, как только человек начинает слушать вот эти вот слова, сомнения, соблазна, преткновения, как проходит немного времени, и человек, который вроде бы совсем недавно был твердой, сильной верой, как он начинает колебаться, разбиваться и терять самое главное и самое дорогое, что есть в жизни у человека, это веру. За некоторых есть написано, они потерпели кораблекрушения в вере. Не дай Бог, чтобы у кого-то из нас нечто подобное случилось. Да поможет нам Господь и откроет кумб проразумение Писания ему. Слава за все. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин